Вы смотрите итоговый выпуск программы Де Факто. События и происшествия Гомельской области в материалах наших корреспондентов. Трагедия на пожаре. В Рогачевском районе погибли двое мужчин. Еще один с ожогами в больнице. Большая эвакуация. Более 140 человек покинули общежитие университета МИЦО из-за возгорания. Поиски продолжаются. Мужчину, который ограбил банк в Бобовичах, разыскивают правоохранители. Хоккеиста на роликах и его мать, которая устроила перформанс на улице Советской, оштрафовала ГАИ. Полезвию ножа о наркобизнесе и реальных историях наркопотребителей. Как расследуются преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков в репортаже Вероники Гомзюковой. О ситуации в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков поговорим с начальником управления по наркоконтролю Управления внутренних дел Гомельского обл. сполкома Дмитрием Чертковым. Начнем, как обычно, с обзора происшествий за неделю. На пожаре в Рогачевском районе погибли двое мужчин, еще один с ожогами различной степени тяжести в больнице. Трагедия разыгралась в деревне Городец. Когда спасатели прибыли на место происшествия, деревянный дом полыхал открытым пламенем. Работники МЧС проникли в горящую комнату и обнаружили на полу двух мужчин без признаков жизни. Пожарные вынесли их на улицу. Еще один потерпевший выбрался из дома самостоятельно. Сквозь сон он почувствовал боль, проснулся, разбил окно и покинул дом. Причина возгорания – неосторожность с огнем при курении. Неспокойной выдалась ночь со вторника на среду для сотрудников гомельского филиала МИЦО. Из-за пожара в общежитии на проспекте Октября им пришлось экстренно эвакуироваться. Службу спасения позвонил вахтер и сообщил о задымлении в здании. На часах было начало 12 ночи. До прибытия пожарных 141 человек самостоятельно покинули здание. Пострадавших нет. Предположительно, возгорание произошло из-за короткого замыкания светильника. Продолжаются поиски мужчины, который в понедельник в агрогородке Бобович и Гомельского района ограбил банк. В 13.40 он зашел в отделение и потребовал от кассира передать ему деньги. В руках у грабителя был предмет, напоминавший пистолет. Работница банка отказалась выполнять требования налетчика и нажала тревожную кнопку. После этого мужчина скрылся с места происшествия. В Гомельском районе и в областном центре был объявлен план «Перехват». Правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности грабителя. Возбуждено уголовное дело. Следствие просит граждан, располагающих информацию о месте нахождения мужчины, сообщить об этом в милицию. В хоккейной форме и на роликовых коньках милиция нашла и оштрафовала гомельского хайпера, который ради лайка в социальных сетях устроил небезопасный перформанс. Держась за веревку, привязанную одним концом к багажнику автомобиля БМВ, парень проехался по улице Советской. Одной рукой 21-летний юноша снимал себя на видео. А покатала молодого и спортивного человека и его мать. За рулем БМВ находилась 51-летняя женщина. Обоих наказали штрафом. Оперативники изъяли у двух мазырян более 65 граммов марихуаны. Один из задержанных может быть причастен к распространению наркотиков. Силовой захват правоохранителями произошел в момент передачи денег за запрещенный товар от покупателя-продавцу. 32-летний мазырянин купил у дилера пакет с измельченным растительным веществом зеленого цвета. Экспертиза показала – это марихуана. Трагедии на воде наряду с ДТП и гибелью людей на пожарах являются основными причинами сокращения населения от внешних факторов. Предупреждение и предотвращение несчастных случаев стоит во главе угла у различных субъектов профилактики. Навыки, полученные при многочисленных тренировках по спасению утопающих, ежегодно приносят свои плоды. Что нашло свое подтверждение и на ушедшей неделе. Несмотря на бесснежную зиму и отсутствие морозов, статистика утоплений в регионе уже превышена по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Минувшие выходные, к сожалению, также не обошлись без чрезвычайных ситуаций. В деревне Приболовичи Левчицкого района местные жители обнаружили труп утонувшего односельчанина. В субботу мужчина не пришел домой, что беспокоило родственника. Был организован розыск. В воскресенье утром труп мужчины был обнаружен при дорожной канаве. По оперативным данным, с начала этого года на водоемах Гомельской области уже утонуло 7 человек. Стоит понимать, что после нахождения в ледяной воде человек, не добравшийся в течение нескольких минут до теплого помещения, рискуют умереть от переохлаждения. Поэтому действия спасательных служб оттачиваются до мелочей. Только в последние дни в области проведено свыше полусотни учений по спасению людей на воде. Всеми заинтересованными ведомствами и службами отрабатываются такие действия, как извлечение пострадавшего либо утонувших граждан, затем передача тем либо иным организациям, таким как Скорая помощь, либо Красному Кресту для оказания первой медицинской помощи с дальнейшей госпитализацией в учреждения здравоохранения. Одна из таких тренировок прошла в Светлогорском районе. МЧС, Освод, Скорая помощь и Красный Крест отрабатывали взаимодействие и слаженность. По легенде, выпивший мужчина, отделившийся от компании, оказался в воде. Сильное течение относило его все дальше и дальше от берега. Друзья помочь не смогли. Утопающего заметил прохожий и вызвал спасателей. Мужчину обнаружили, доставили на берег и передали медикам. История завершилась положительно и в точности повторилась в реальности через два дня в этом же районе. Светлогорским спасателям поступило сообщение о провалившемся под лед 70-летнем рыбаке на реке Березина, недалеко от деревни Сдудичи. Он решил проверить снасти. Для этого использовал доску, которую положил на лед, который еще остался на данном озере. И пытался по этому приспособлению пробраться к своим снастям. Закончилось это тем, что он провалился под лед и стал звать на помощь. Ему повезло, что его голос услышали соседи, прибежали на помощь. И с помощью веревки и других там предметов он был выставлен. А скорая помощь доставила потерпевшего в больницу с переохлаждением. Еще один случай произошел в Гомеле. Из карьера по улице Озерной извлекли пенсионера 58-го года рождения. Мужчина в тяжелом состоянии доставлен в первую городскую клиническую больницу. По предварительным данным, проходя вдоль набережной, мужчина упал в водоем. Обстоятельства устанавливаются. За его жизнь сейчас борются медики. Все зависит от того, насколько оперативно человек будет извлечен из воды и насколько оперативно ему будет оказана медицинская помощь. То есть, когда человек погружается под воду, вода сначала попадает в результате глубокого вдоха в верхние дыхательные пути. Происходит спазм этих дыхательных путей и человек теряет сознание. На этом этапе вода не попадает в нижние дыхательные пути. Как только в результате потери сознания дыхательные и верхние пути расслабляются, то есть этот спазм проходит, вода попадает в нижние дыхательные пути, то есть в легкие. И, соответственно, этому происходит поражение всех систем организма. То есть это и сердечно-сосудистая система, и нервная система, и, прежде всего, дыхательная система. Многолетний опыт показывает, на уменьшение количества утонувших влияет не только оперативность спасателей, эффективность проводимых учений и профилактических мероприятий. Прежде всего, это отношение каждого человека к собственной безопасности и безопасности своих коллег. И эту истину никогда не стоит забывать. Дела о наркотиках всегда непростые. К ним, как и к самой проблеме, в разных странах индивидуальный подход. В последнее время синтетические наркотики стали угрозой национального масштаба. Изготовленные в лабораториях они не что иное, как чума 21 века. О том, с чего начинается зависимость, какие наркотики самые опасные и почему травка – далеко не безобидное баловство. Ответы на эти вопросы выясняла наш корреспондент Вероника Гамзюкова. За весь 2019 год в Гомельской области выявили 773 преступления по линии наркоконтроля и изъяли 63 килограмма наркотиков. Из них свыше 2 килограммов психотропы. Остальное – марихуана, гашиш, метадон, опий, маковая соломка. Только за январь этого года зафиксировано 107 нарушений и изъято около килограмма наркотиков. Из них более половины – психотропные вещества, остальное – наркотические средства. По заказу Республиканского научно-практического центра медицинских технологий было проведено исследование Даркнет рынка наркоторговли в Беларуси. Авторы работы выяснили, что в Гомеле чаще всего предлагают альфа-ПВП и мифедрон, а в Мозере – верхушки кустака на оплее, в народе именуемые «шишками». Основное вещество прескуранти-дилеров – это альфа-ПВП, а закладчиками чаще всего становятся подростки и молодежь. Так что же влияет на это? Среди несовершеннолетних отмечается небольшой рост числа выявленных преступлений. В том, что они вообще связались с наркотиками и психотропными веществами, можно упрекнуть в том числе немножко и родителей. Потому как, к примеру, когда у задержанных ребят неожиданно появились значительные деньги, те говорят родителям, что устроились на какую-то работу. Однако проверить эту информацию родители зачастую не удосуживаются. Среди задержанных в основном распространители. Потребителей мало. Когда подросток ввязывается в наркоавантюру, его интересует заработок, а интернет-магазины обещают высокие гонорары. Только срок службы закладчика – не более полугода. Так, одну девочку 2004 года рождения милиционеры почти случайности сами спасли от уголовного преследования. Ее поймали за нанесение на фасад здания рекламы интернет-магазина, который вербовал закладчиков. При осмотре телефона прочитали личную переписку и выяснили, что буквально на следующий день эта графичица сама собиралась стать курьером. Если 10 лет назад наркоман представлял из себя маргинальный элемент общества, то сегодня это молодые люди, которые учатся в вузах или среднеспециальных заведениях. Чаще всего этот человек приехал в большой город, попал в плохую компанию и начал употреблять наркотики. Либо представитель золотой молодежи, который вырвался из-под опеки родителей. Самое главное – не давить на молодого человека, потому что это может привести к семейным скандалам и к нервному срыву. Нужно обратиться за помощью в специализированные учреждения, такие как наш наркологический диспансер, либо в наше отделение медреабилитации. Также на базе нашего учреждения работает горячая линия, в которую можно обратиться в течение рабочего дня. Распространено мнение, что можно покурить травку и ничего не будет. Однако это мнение ошибочное. Многие наркопотребители, которые сегодня находятся в глубокой зависимости, начинали с легких наркотиков. Это достаточно распространенное заблуждение. Сегодня многие наркопотребители, которые сейчас находятся в глубокой зависимости, они начинали именно с легких наркотических веществ. Потому как сама по себе марихуана, она не дает того качественного эффекта, и всегда хочется после этого употребить что-то более тяжелое, то есть для достижения большей эйфории. Поэтому очень часто с марихуаны переходят на более тяжелый вид наркотиков. Сегодня, чтобы избавиться от зависимости, многие приходят в кабинеты заместительной терапии. Они расположены в Гомеле, Мозере, Речице, Жлобине и Светлогорске. На данный момент в Гомельской области принимает метадоновую терапию 148 человек. В нашем городе Гомеле 83 человека. На данный момент метадоновая терапия – это один из немногих способов вытянуть человека из среды наркопотребления. То есть человеку не нужно воровать, не нужно зарабатывать деньги нелегальными путями на покупку тех же самых наркотических веществ. Здесь людям предоставляется полный медицинский осмотр, также тестирование на гепатиты, на ВИЧ. И люди здесь также могут принимать антиретровирусную терапию в случае, если у них обнаруживается ВИЧ-инфекция. В кабинеты заместительной терапии приходят те, кто хочет изменить свою жизнь. Наталья – одна из таких людей. Впервые попробовала наркотики в 14 лет. История банальна. Недалеко от ее дома жил богатый парень. Девочка-подросток влюбилась в него и попробовала экстракт мака. А потом, после продолжительного употребления, и он, и она попали в тюрьму. Когда Наталья вышла на свободу, в ее мыслях было одно – где достать наркотики. Три года назад женщина попала в программу заместительной терапии. Когда я посмотрела на тех ребят, которые социализировались, они хорошо выглядели, здоровый цвет лица. Мне не хочется возвращаться к той жизни, потому что за спиной было много слез, много горя. И очень хочу посоветовать тем подросткам, которые видят в телеграм-канале, работа с большим высоким заработком. Не вестись на это, потому что дают очень большие срока за это. И эти деньги не принесут счастья, потому что за эти деньги будут плакать многие родители таких же детей, как они. Сегодня Наталья и еще два человека работают социальными работниками при наркологическом диспансере. Они помогают оформлять документы, получать пособия, находить жилье и работу. Поддерживают тех, кто находится на заместительной терапии и решил начать новую жизнь. За время их работы в программу пришло 12 человек. Это больше, чем за последние три года. Номер статьи Уголовного кодекса, связанный с незаконным оборотом, 328, уже не первый год, имя нарицательное. Помните, употребление даже легких наркотиков не проходит бесследно. Вероника Гамзюкова, Сергей Лукашук. Специально для программы «Дефакто». О ситуации в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков, выявлении каналов наркотрафика, людях, которые занимаются сбытом запрещенных наркотических средств, а также методах профилактики проблемы употребления и распространения дурмана. Прямо сейчас в этой студии поговорим с начальником управления по наркоконтролю и противодействию торговли людьми УВД Гомельского облсполкома Дмитрием Чертковым. Дмитрий Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Какова ситуация в сфере незаконного оборота наркотиков на территории Гомельской области? Я могу сказать, что она контролируема на сегодняшний день. Насколько принимаемая мера позволяет оперативно и адекватно влиять на обстановку? Я считаю, что мы действительно влияем адекватно на оперативную обстановку. Если проанализировать результаты работы 2019 года, то можно сказать, что на территории Гомельской области у нас было зарегистрировано порядка 780 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 317 из них относятся к категории тяжких и особо тяжких преступлений. К уголовной ответственности привлечено 111 системных сбытчиков. Задокументировано 102 преступления в составе группы лиц и в составе организованных преступных групп. Уже можно сказать, что на сегодняшний день, за период времени 2020 года, выявлено больше 100 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Более 50% это, к сожалению, преступления, относящиеся к категории тяжких и особо тяжких в отношении системных сбытчиков. Мне кажется, меньше, скажем так, преступлений в этой сфере не становится, но, на мой взгляд, это свидетельствует лишь о том, что хорошо ведется работа правоохранительной системы. Действительно, преступлений на территории Гомельского региона по концу 2019 года, меньше связанных с незаконным оборотом наркотиков, не выявлено. С начала года по сегодняшний день мы констатируем небольшое снижение все-таки выявления преступлений. Но следует отметить, что наркотические средства и психотропных веществ на интернет-площадке меньше, к сожалению, не стало. Дмитрий Николаевич, откуда в наш регион поступают наркотики и кто их распространяет? Ну, я, наверное, начну с того, что в 2019 году всем правоохранительным блокам Гомельской области изъято более 60 килограммов наркотических средств и психотропных веществ. Конечно же, с учетом специфики нашего региона, 80% составляют это марихуана и гашиш. 20% изъятых наркотиков и психотропов это наиболее распространенное на сегодняшний день среди молодежи. Это альфа-ПВП и особо опасные психотропные вещества, неиспользуемые в медицинских целях, как амфетаминового ряда, психостимулятор амфетаминового ряда. Также изымаем мы и параметилэфедрон. Однако нужно учитывать, что разовая доза психотропного вещества в ряде случаев не превышает и 1,1 грамма. Также можно сделать вывод, что наркоситуация на территории Гомельской области за последние несколько лет именно предметы совершения преступлений, предмет совершения преступлений кардинальным образом изменилась. Если раньше мы документировали в основном преступную деятельность, где предметом преступления выступал опий, то на сегодняшний день с привлечением к уголовной ответственности системных сбытчиков семян мака, которую потребители покупали для изготовления наркотических средств именно опийной группы, опий ушел с площадки. Если раньше мы регистрировали... В каком году это можно констатировать? Можно сказать, что 2015 и 2016 год это стали переломными. Все. После привлечения их к уголовной ответственности, повторюсь, опий у нас ушел. И все на сегодняшний день потребители, они немножко переориентировались, ушли, стали, скажем так, учиться приобретать наркотики в сети интернет. С развитием информационных технологий, конечно же, и изменилась, можно сказать, структура наркозбыта. Активное использование сети интернет стало инструментом для создания виртуальной площадки. И зачастую уже на сегодняшний день мы не документируем противоправную деятельность лиц, связанных со сбытом, из рук в руки. На сегодняшний день порядка 80% конечно же дает нам интернет-площадка. Так кто же все-таки распространяет наркотики? Это молодежь, это вот категория, какая категория граждан? Практика показывает, что в незаконном наркообороте могут участвовать как молодые граждане, так и граждане с богатым жизненным опытом. В Гомельской области регистрируются случаи, когда пресекаются каналы наркотрафика, наркотики выявляются на границе. С какими службами совместно Управление наркоконтроля в Гомельской области ведет работу и, скажем так, предупреждает подобные? Да, действительно. Если опять же вернуться к результатам работы за 2019 год, то нами выявлено 15 преступлений, связанных с перемещением наркотических средств либо психотропных веществ через государственную границу. На сегодняшний день мы уже в этом году зарегистрировали уже два. Тесная работа, конечно же, ведется с Комитетом государственной безопасности, который позволяет вот последние несколько разработок, свидетельствуя действительно о хорошем результате. Мы перекрыли несколько каналов поступления особо опасного психотропного вещества, неиспользуемого в медицинских целях амфетамина на территорию Республики Беларусь. Ну, последние несколько выявленных нами преступлений свидетельствуют о том, что все-таки доминирует Российская Федерация. Нас ближайший сосед – Российская Федерация. На сегодняшний день мы оттуда больше всего регистрируем данных преступлений. Ну, а в Россию, если не секрет, эти каналы – это откуда? Из страны Азии? Трудно сказать, потому что, работая на сегодняшний день в тесном взаимодействии с сотрудниками управления по Брянской области и дальше, мы доходим и до конечного, последнего звена, коим являются нарколаборатории, где изготавливают наркотики и психотропы граждане, в том числе и Республики Беларусь, к сожалению. Давайте поговорим про тех, кто употребляет наркотики. Какая это категория граждан и насколько несовершеннолетние вовлечены в это опасное занятие? Ну, здесь можно четко сказать, что, как и вот по сбыту, что четких критериев, по которым можно судить о том, что человек вовлечен в незаконный оборот наркотиков, конечно, я бы не назвал. Встречаются разные потребители от несовершеннолетних и до лиц, которые уже действительно имеют длительный стаж потребления наркотических средств и психотропных веществ. Мне хотелось бы обратиться к родителям и на сегодняшний день попросить, чтобы каждый родитель очень более трепетно относился к воспитанию своего ребенка и, конечно же, контролировал то, чем ребенок занимается в сети интернет. Ведь когда они попадают к нам, уже очень поздно о чем-то разговаривать. И иногда зачастую родители, которые просто мне говорят по практике, так он же ничем не занимался, он приходил домой без перегара, он 30 минут побудет, час 30 минут до 40 побудет на улице, возвращается обратно и опять садится за компьютер. Он ничего плохого не делает, он с кем-то там переписывается. Но на мой вопрос, а с кем он там переписывается? А что он там делает? Вы видели? Вы знали? Они говорят нет. Мы, конечно, туда, скажем так, на это люди не обращают, родители не обращают внимания. А когда показываешь переписку того же несовершеннолетнего, что он, извините, из 10 граммов особо опасного психотропного вещества сделал порядка 20 закладок, разложил их на территории города Гомеля, за 30 минут вернулся, сбросил отчет следующему своему звену, оператору. Тем самым он уже совершил особо тяжкое преступление. И, к сожалению, вот здесь не дорабатывают родители. Огромная профилактическая работа проводится всеми субъектами профилактики, начиная от средней школы, повторюсь, до высшего учебного заведения. Огромнейшая. И, конечно же, этому внимание огромное уделяется со стороны органов внутренних дел. Какая работа проводится по профилактике распространения преступными группами наркотиков в сети интернет? В 2019 году в целях обеспечения должного противодействия наркопреступности в управлении по наркоконтролю у нас было создано и принято решение руководством управления внутренних дел о расширении штата аналитической разведки, о комплектовании этого подразделения действительно специалистами, которые знают, что такое интернет не понаслышке на сегодняшний день. И, конечно же, вот этот шаг позволил нам иметь довольно-таки хорошие результаты по привлечению к уголовной ответственности именно системных сбытчиков, которые занимались распространением психотропов на территории Гомельской области. Это и последнее в декабре месяце содержание организаторов нескольких интернет-магазинов, именно организаторов нескольких интернет-магазинов, которые действительно позволили... Это наши, гомельские ребята, скажем? Да, 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 уже мы документируем это. Если раньше это было проблематично на сегодняшний день, это на сегодня, конечно, определенные трудности у нас имеются, но для этого мы и есть, чтобы эти трудности проходить и качественно реагировать на поступающую наркогрозу на территории Гомельской области и в Республике Беларусь в целом. Дмитрий Николаевич, давайте поговорим об ответственности. Если находятся сотрудники правопорядка у человека, скажем, наркотическое средство, пусть там 2-3 грамма больше, неважно, то это уже хранение? И тогда в каких случаях возбуждаются уголовные дела по распространению наркотиков? Ну, под сбытом у нас понимается любая возмездная и безвозмездная передача, а как статья 328 Уголовного кодекса гласит, незаконное приобретение и хранение тоже на территории Республики Беларусь запрещено. То есть, если человек несет, при себе имеет наркотическое средство, по-простому, это 328-я часть первая, вот, ну, а само собой разумеется, если у него имеется цель сбыта, либо он кому-то реализовал, либо распространил, как одну-две закладки положил, а здесь, конечно же, наступает уголовная ответственность, связанная со сбытом наркотиков-психотропов. Дмитрий Николаевич, я благодарю вас за конструктивный, важный и полезный разговор. Не за что, спасибо. Далее по эфиру рубрика «Я очевидец», подборка происшествий, которые попали в объективы камер наружного наблюдения, видеорегистраторов и мобильных телефонов людей со всего мира. Новое видео о возгорании смартфона, на этот раз из Штатов. В аэропорту из кармана брюк пассажира вырвалось пламя и посыпались искры. Иной такого спонтанного шоу, которое напугало людей в зале, стал гаджет мужчины. Пострадавший смог достаточно быстро снять с себя пылающие брюки, однако это не спасло его от ожогов. Мужчина уже обратился с претензией к компании-производителю телефона. А на этом видео гаджет стал условием для возникновения ДТП. После поворота на мост водитель легковушки отвлекся на сигнал своего телефона. А когда поднял голову, то увидел на пути пешеходов и рефлекторно повернул руль. Машина резко съехала в сторону и оказалась в воде. Пешеходы отделались только испугом, а водитель сумел выбраться из салона машины до ее погружения в реку. В Индии пешеход, который разгуливал по проезжей части, чудом избежал столкновения с неуправляемым внедорожником. За рулем машины находилась женщина. Она потеряла контроль над своей машиной, снесла ряд припаркованных скутеров, потом свернула в сторону и чуть было не наехала на мужчину. Тот дал такого стрякача, что за секунду оказался на противоположной стороне улицы, а неуправляемый автомобиль врезался в здание. Ущерб подсчитывается, но все живы, включая водителя. Пешеход и вовсе, можно сказать, пережил второе рождение. Горе грабителей задержали бразильские полицейские. Это видео из придорожного открытого павильона, в который наведались налетчики. Трудно сказать, что им придало такую уверенность, но преступники никуда не спешили. К магазину уже подъезжал патруль, в то время как один из грабителей подошел к холодильнику за пивом, а другой безнадежно пытался взломать кассу за прилавком. В итоге ни денег, ни удовольствия. Грабители не успели вскрыть ни ящик с наличностью, ни порадовать себя прохладным хмельным напитком. Полицейские зашли с тыла и положили на пол нерасторопных грабителей. На сегодня все. Берегите себя. Мы увидимся. Субтитры подогнал «Симон»